Первый настоятель Цугольского датсана Игорь Муханов. Лама Чесанского датсана Дондарай, ставший впоследствии первым настоятелем Цугольского датсана, любил своих собак и содержал их целое семейство. А когда переезжал на новые места, забрал и своих питомцев. В дороге Дондарай вспомнил, что забыл миску для одной собаки и повернул коня обратно, догоняя Цугольских бурят, сопровождавших его в пути. Дондарай встретил большое озеро, но не стал его огибать, как это сделали бурята, а поехал прямо по озеру. Пока строили Цугольский датсан, Дондарай жил в местности Улан-Хада, как самый обыкновенный человек. В то время шаманы сильно противились буддийской вере, только начинавшей приходить в их края. Да и местное население не слишком ей доверяло. Проживая вместе с другими жителями Агинской степи, Дондарай прославился тем, что умел делать махорку из полыни, а водку из обыкновенной воды. Этого шаманы не умели, и к Дондараю у местного населения возник большой интерес. Однажды в степи случился пожар, и местные жители обратились за помощью к Дондараю. Дондарай сунул руку под молитвенный коврик, и в ней оказалась птичка. Разжал пальцы, птичка улетела в небо, и начался дождь. Пожар был потушен, но дождь, вызванный Дондараем, продолжал лить. Вскоре он стал грозить всему краю наводнением. Увидев это, Дондарай протянул руку, на нее опустилась птичка, и дождь прекратился. За свою жизнь Дондарай так много времени уделил духовной практике, что его бронзовый колокольчик износился. Его бока истерлись почти до дыр, что редко можно увидеть. Колокольчик, которым пользовался во время практики Дондарай, и поныне хранится у его родственников.